Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами будем обсуждать, изменилась ли Т23Е3 с момента, как она ушла с продажи с магазина. Но здесь немножечко сложновато. Дело в том, что Т23Е3, она вообще в принципе есть в свободной продаже в дереве. И вот здесь возникает вопрос, имело ли смысл по теории заговора разработчикам апать немножко втихую данную машинку, для того, чтобы показать ее в лучшей красе на обзорах у стримеров, у обзорщиков в ютубе, для того, чтобы создать искусственный ажиотаж для продажи массовой данной машины. Я сторонник теории заговора. Я неоднократно ловил себя на мысли, что танчик, который я приобретал через месяц, через два, он не то, чтобы прям там из кареты в тыкву превращался, но он становился в чем-то чутка все-таки похуже. Чуть-чуть уменьшалась динамика, чуть-чуть уменьшалась точность, может уменьшалось количество рандомных непробитий по корпусу или по башне. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. И вот для того, чтобы подтвердить либо рассеять данный миф, я снимаю видео через несколько месяцев, через месяц или через два месяца, после того, как танк ушел с продажи. Напомню, два месяца назад данная машина выставлена была в магазине на продажу, голая, лысая, без ничего, вот просто машинка и место в ангаре, за три с половиной тысячи голды. И вот здесь возникает вопрос, изменилась ли она с тех пор. В конце видео будет обязательно ссылочка на мой обзор на данную машинку и сейчас в этом видео мы не будем обсуждать ее технические характеристики. Там есть все, посмотрите, соответственно, поймете, какие характеристики имелись в виду, в чем она хорошая, в чем она не очень хорошая, ну, в общем, зацените. Соответственно, по данной ссылке, которая будет в конце видео, вы сможете и заценить, и высказать свое собственное мнение, если у вас нет этой машины, по поводу того, а чувствуете ли вы изменения по сегодняшней катке и по тех катках, которые были тогда. Если же у вас есть эта машина или вы ее купили тогда за три с половиной тысячи, я буду вам безумно благодарен за комментарии, в которых вы напишите ваши субъективные ощущения, изменилась ли машина и насколько вы довольны покупкой. Я же говорил о том, что эта машинка, ну, must have в ангаре каждого начинающего танкиста. Это очень удобная машинка для начинающих танкистов. Как минимум, исходя из этого, она должна появиться в вашем ангаре. Ну и из тех танков, которые есть в ветках развития, то есть в прямом доступе в любой момент, это один из лучших премчиков, по моему субъективному мнению, для покупки. Есть там, конечно, не очень хорошая. У меня есть отдельный плейлист, так и называется, премы из веток. Кто не смотрел, заходите в плейлист на моем канале и вы можете там заценить практически все машины, которые я успел отснять и заценить. Ну и, соответственно, для себя примите решение, будете ли вы их когда-либо покупать непосредственно из веток, либо дожидаться на них скидок, либо дожидаться вкусных предложений конкретно в магазине на эти машины. Итак, ребятки, хватит вступлений, погнали в бой, посмотрим, что эта машинка может непосредственно в рандоме на сегодняшний день, с учетом того, что с момента продажи ее конкретно в магазине за 3,5 тысячи голды прошло уже практически 2 месяца без пары дней. Итак, я буду сейчас рассказывать исключительно свои субъективные ощущения. Скажу откровенно, я не смотрел, не пересматривал видео и не пересматривал его именно для того, чтобы, ну вот, просто ощущения были, да, не посмотреть и запомнить, как это, ну да, вспомнить точнее, как это было, а вот просто ощущения от игры реальные. И, соответственно, реальное субъективное мнение. Я не претендую на то, что мое мнение, аксиомо, правильное. Кто со мной не согласен, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, я отвечаю всем и с удовольствием пообсуждаю все. Так, ну, углами склонения вниз орудие не хвасталось никогда, по крайней мере, я такого не помню. Прилетает в меня крайне неприятно от Т-49, брони тоже, как бы, то есть, ну, не особо, да, прямо скажем. Так, игра от башенки. Ну, подвижность, ребят, подвижность вроде бы не изменилась. Я не могу сказать, что она как-то едет более уныло. Абсолютно нет. Ну, вот как ездила, так и ездит. Ну, по крайней мере, как мне кажется. Я, по крайней мере, обратного не ощущаю. По точности орудие, ну, вот сейчас даже без полного сведения кинуло точно. Я не знаю, может, это сейчас фарт какой-то был. Давайте попробуем в Шкоду прицелиться. Не, ну, ребят, летит туда, куда надо. То есть, как бы, не говорим о том, что изменилась точность орудия. Ну, вопросов нет. Сведение, ну, не знаю. Мне кажется, что раньше танчик чутка бодрее сводился. Но, если даже и да, то, ну, прям не настолько, чтобы его прям совсем зарешало. Да, ну, этого брата победить, как бы, ну, сложновато. Запаса ХП у меня было маловато. А он уже был практически на финише перезарядки. Так, ну, вот первые ощущения у меня такие. Подвижность не изменилась. Вроде бы чутка изменилось сведение. Точность, по-моему, не поменялась у машинки. Аж вот живучесть, мне кажется, все-таки немножко стала похуже. Ладно, досматриваем бой. Закатываемся в следующую катку. Посмотрим, чего будет там. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребят, закончился бой, закончился победой. Спасибо большое ребятам из команды за то, что победили. Не наша эта заслуга. Но, согласитесь, 940 единиц урона. Мы никого не уничтожили. Мы не особо там фланг держали. Но для семерки мы получили 26 единиц серебра. Даже 26 с половиной тысяч единиц серебра. Так вот, ребят, скажу следующее. Для семерки, с учетом того, что это без бустеров, без всего остального, но с медалькой знака классности третьей степени, и с учетом того, что мы заняли серединку по урону, я бы сказал, что фарм довольно неплохой. Прыгаем в следующую катку. Смотрим, чего получится в этой каточке. Пока запрыгиваем. Буду благодарен всем тем, кто смотрит видео и не является подписчиком. В один клик, вот здесь, в правом нижнем углу, вы можете это оформить буквально за секунду вашего времени. Я вам буду безумно благодарен. Это огромный ваш вклад в развитие моего канала. Спасибо вам большое. Итак, ребятки. Своё мнение я уже начал высказывать. По ощущениям, всё-таки у машинки упало. Немножечко. Может, там прям совсем незаметно, но вроде бы упало. Сведение. Точность не провалилась однозначно. Скорострельность тоже не провалилась. Живучесть у машинки, мне кажется, всё-таки стала чутка похуже. И, честно говоря, по результатам прошлого боя, мне в этом бою, ну прям совсем не хочется вообще на кого-либо вылазить. Я, конечно, понимаю, что я сейчас отхватываю от восьмёрки, но мне это очень сильно неприятно. И, как я понимаю, если я отсюда сейчас не свеляю куда-нибудь, то меня здесь просто вынесут. Я даже урона никакого нанести не успею. Поэтому я, честно говоря, трусливо убегаю. Пытаюсь перекатиться куда-нибудь в другую сторону. Мне почему-то кажется, что от того, что я буду там находиться, фланг я, ну, явно не смогу помочь сдержать. Ну, соответственно, моё пребывание там, это просто, ну, как бы дурная затея изначально. Так, ну, вот сведение, да, ребят, смотрите, сведение как бы не фонтановое, прямо скажем. Мне кажется, что сведение чутка было получше. Так, потратим серебрушку, ускорим перезарядку. Всё-таки КД и так хорошее, но хочется побольше всё-таки сделать. Я имею в виду, побыстрее, побольше сделать шотов хочется. Так. Да, ну вот если бы она чуть-чуть быстрее, бляхомуха, сводилась, это орудие, мне кажется, что было бы куда приятнее отыгрывать. Не знаю, может, просто я уже там слишком многого хочу или там сам себя убеждаю. Но как-то, блин, не знаю, по живучести всё-таки и по сведению крайне-крайне сильно меня смущает. Так, ну что, что, что? Две ПТ-хи, поеду я, наверное, к нашему товарищу ФЦМу, потому что самому, честно говоря, против ПТ-шек, ещё и против таких ПТ-шек вылазить с моим запасом прочности в 419 единиц. Согласитесь. Главное сейчас через гребень перескочить без засвета. А тут я тут, братка, тут. Вопрос в том, чего мы с тобой сейчас сможем. Кто светить будет? Да, ну подвижность точно машинки не менялась. Однозначно. Так. Атакуем. Да зря мы атакуем. Дело в том, что я вот что-то имею чуйку, что вторая ПТ-шка в виде ИСУ, если я не ошибаюсь, она явно находится рядом с АМХ-ом и только и ждёт момента, когда мы по-кавбойски скатимся из-за холма. Вон она, с той стороны. Но сути это не меняет. Итак, ребят, вынесли. Из песни слов не выбросишь. Что имеем, то имеем. Зацениваем результаты по бою. Результаты по бою у нас следующие. Я не могу сказать, что мы отыграли прям бомбически, но 1600 единиц урона, два уничтоженных противника, знак классности третьей степени. Мы получили за поражение 40 тысяч серебром. Я считаю, что это довольно-таки классно. И мы заняли второе место по урону. Итак, 1600 здесь, а в предыдущем нашем бою, там где была победа, у нас было всего лишь 940 единиц урона. Ребят, моё субъективное мнение следующее. Машинка не потеряла ни в подвижности, ни в точности орудия и не потеряла однозначно в КД. В чём она, по моим ощущениям, потеряла? Это в живучести и это во времени сведения. Всё-таки по ощущениям сведения как-то немножечко по-другому себя вело на обзоре. Посмотрите видео, ссылочка сейчас здесь появится. И напишите свой комментарий по поводу того, согласны ли вы со мной. Ну и к тем обращаюсь, кто купил данную машину и является её владельцем. Напишите вы, пожалуйста, своё мнение по поводу того, изменилась ли машина, если вы уж тем более покупали её 2 месяца назад за 3,5 косаря голды. Спасибо вам огромное за благовременно, за ваши комментарии. Они полезные и они информативные и интересные. Я уверен, будут всем. Ну а также хочу попросить каждого из вас подписаться на мой канал по жёлтому шильдику в правом нижнем углу. Буду вам безумно благодарен за оформление подписочки. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Субтитры подогнал «Симон»!